всем привет меня зовут екатерина я гид в калининграде и сегодня я приглашаю вас в удивительное путешествие в прошлое сюда не водят экскурсии поэтому вы приехав просто на отдых калининград калининградскую область это место просто так не увидите я приглашаю видеть вас то место где мог быть основан кёнигсберг но не был основан однако здесь и сегодня приятно находиться это во-первых очень живописное место ну а во-вторых оно полно истории дышит историей именно здесь находилась когда-то самое древнее городище пруссов варген варген в переводе с прусского означает злой вот такое было мощное укрепление что его даже обозвали так злым давайте я вам покажу что же здесь есть сейчас и расскажу что здесь было раньше и так это самое таинственное место калининградской области своеобразное место силы для многих кто о нем знает и расскажу вам сегодня городище варген они состоявшимся месторасположение города сегодня известном нам как калининград и даже расскажу немного о моде да да в этом замечательном месте намешаны все тайны и так мы с вами находимся на месте где было одно из самых древних поселений пруссов считается что городище варген было заложено еще в раннем железном веке примерно во втором первом веках до нашей эры местечко когда-то называлась варген считается что это название происходит от прусского варгс плохой злой и возможно этот топоним имел отношение к местам где прусская элита держала невольников и занималась раба торговлей реализуя живой товар на местных рынках укрепление варген находилась во владении верного ордену прусского рода лайда позже ставшего известным дворянским семейством лендерфов начале 14 века решено было возвести в аргене каменный замок однако по каким-то причинам его строительство началось не на месте прусской крепости а севернее позднее лендерфы в память о своем происхождении воздвигли на месте старого городища фамильную усыпальницу школьный пруд который находился около поселения появился вследствие установленной дамбы на протекающем рядом ручье и питал энергией мельницу а местное население снабжал рыбой водившийся здесь в изобилии городище варген небольшое но высокая над уровнем пруда здесь порядка пяти метров основная площадка городище что особенно впечатляет всех кто сюда попадает окружена двумя валами высота которых 5 и 4 метра а рвы здесь глубиной полтора метра но это не все здесь есть еще площадки и они также обнесены впечатляющим даже сегодня валом высотой до двух метров и рвом глубиной полтора метра и опять уже все три площадки городище обнесены еще двумя валами высотой до двух метров и рвами глубиной примерно один метр все это длиннейшее сооружение впечатляет и сегодня посмотрите даже на видео валы и рвы очень хорошо просматриваются, и их и сегодня сложно преодолевать. Конечно, в те далекие времена это место выглядело чуть по-другому. Например, здесь не было этого пруда, что перед вами, и который именует сегодня пруд Школьный. Тогда здесь бежал Крустально-Чистый ручей, а жители Самбии, это одна из земель Пруссии, для своих нужд расширили русло ручья и соорудили на берегу земляную насыпь, увенчанную деревянной крепостью с чистоколом. Эта неприступная прусская крепость была захвачена рыцарями Тевтонского ордена зимой 1255 года и сожжена, она ведь была деревянной. Возможно, рыцари во главе с чешским королем Атакаром II провели в этом месте зиму и даже планировали возвести здесь основной замок на Самбии. То есть именно здесь, в этом месте мог быть основан Кёнигсберг, который мы теперь знаем как Калининград. Но король Атакар оставил рыцаря Тевтонского ордена на хозяйстве в Варгене, а сам двинулся дальше. И проезжал он со своим отрядом мимо высокой горы в излучине реки Пригайры или Пригоры, как ее тогда называли. Это река Пригоря сегодня. И увидел Атакар, что это место еще больше подходит для основания замка и города. Пришлось ему вернуться и сообщить об этом месте рыцарям. А те бросили замок Варген, ну оставив, конечно, людей на хозяйстве, и отправились к новому месту. И там уже основали замок под названием Кёнигсберг, возле которого возник впоследствии город, известный нам как Калининград. Но вернемся к Варгену. В те древние времена управлял этой местностью прусский вождь по имени Лайде. И он, дабы сохранить и жизни, и свою власть, решил перейти со всеми своими домочадцами на сторону Тевтонов. И не прогадал. Представьте себе, этот древнейший прусский род существует и сегодня. А одна его представительница – очень известный человек в мире моды. Но об этом я расскажу вам в конце фильма. Потерпите немножко. Пока про историю этого живописного места. Как ни странно, рыцари Тевтонского ордена решили строить свой замок не на месте захваченного прусского городища, как это они делали обычно, а чуть в стороне, севернее. Но назвали его также Варген. Это было небольшое однофлигельное сооружение длиной около 25 метров и шириной 13 метров, имевшее продолговатый двор, обнесенный крепостной стеной и надвратное укрепление. Продолжавшиеся в XIV веке литовские набеги вынудили орден соорудить просторный форбург, чтобы в нем могло укрываться местное население. В северной его части по углам, возможно, располагались две полубашни. В XIII-XIV веках от вырытого еще древними пруссами водоема проложили канал Ланграбен, питающий водой Кёнигсбергские пруды. И опять волшебство истории. Это, представьте себе, еще средневековая система водоснабжения действует в центральном районе города Калининграда до сегодняшнего дня. А вот замку Варген не очень повезло. В 1539 году замок достался Йоргену фон Капицу, с условием его ремонтировать, обеспечивать сторожа и его семью, кормить заключенных, которые сидели в здешней тюрьме, а также держать в готовности покоя для герцога и его именитых гостей. Но похоже, что фон Капиц не очень-то справлялся, так как доподлинно известно, что деревенские жители поселения Варген потихоньку стали разбирать оборонительные сооружения на стройматериалы. Да так старательно это делали, что к началу XIX века уже ничего здесь не напоминало о некогда стоящем замке. Осталась лишь кирха, построенная в XIV веке. Однако и от нее сегодня уже ничего не осталось, так как после Второй мировой войны в ней и рядом шли поиски знаменитой индарной комнаты. Комнату не нашли, как водится, но кирху в руины превратили окончательно. Ну а теперь мы приближаемся с вами к моде. Постепенно. В 1890 году в Варгене, на противоположном от древнего городища Варген берегу пруда, графский и древний род Лендорф, помните прусского вождя Лайде? Вот это его потомки, решили возвести роскошный замок. Местные жители стали называть его Прейль. Это название можно перевести как Приозерный. Лендорфы числились в Восточной Пруссии как крупнейшие землевладельцы и коннозаводчики. У них гостили даже монархи. В память об одном таком визите граф Генрих фон Лендорф распорядился установить возле усадьбы знак, камень с чугунной табличкой, где было начертано. Немецкий кайзер Вильгельм со своими сыновьями, кронпринцами и своим внуком Вильгельмом спешивали здесь со своих лошадей и позавтракали, принятые графом Генрихом Лендорфом 8 сентября 1878 года. Камень этот, кстати, волонтеры в 2000-е годы нашли, привели в порядок и восстановили табличку, которую, к сожалению, местные жители периодически воруют. Так вот, общая площадь владений Лендорфов составляла около 1200 гектар. Вардлиттен Прейль являлся при этом одним из основных имений семьи Лендорф. Местечко Варген было излюбленным местом отдыха кёнигсберцев, которые охотно посещали старый трактир с видом на озеро и любовались замком графа Лендорфа на другом берегу пруда. Именно поэтому мы сегодня имеем множество фотографий этого места, каждый старался запечатлеть его и отослать родным открытку. Красивый замок Прейль, по свидетельствам старожилов, находился на месте еще в 50-е годы, однако потом постепенно местные жители разобрали его на кирпич. Но при чем же здесь мода, спросите вы, пока только городище, замки, рыцари. А при том, что родившись в Кёнигсберге и жила в этом имении знаменитая Вера Готлиб Анна фон Лендорф Штайнорд, первая супермодель в мировой истории моды. Сейчас она живет в США и у нее очень интересная судьба, от заключенной концлагеря до мировой супермодели. Пока я вам покажу несколько ее фотографий, но если вам будет интересно узнать о знаменитой верушке, под таким именем она вошла в мировую историю моды. Напишите мне в комментариях, я обязательно подготовлю о ней отдельный фильм. А пока я могу вас пригласить на свои авторские экскурсии, в том числе и по Варгену, и другим местам, где крайне редко встретишь туриста. Я доступна во всех соцсетях, как гид по Калининграду Екатерина Котенкова. Мои контакты в описании к этому видео. Или забудьте подписаться, чтобы не пропустить мои новые видео, ведь у меня еще очень много идей, что еще интересного вам показать. До встречи в уникальных янтарных краях, ваша гид Котенкова.